Трасса Дефрис седанка Патрокол. Трансформеры среди нас. Больший груз разобрался по запчастям на низководном мосту. Водитель Тойота Креста двигался по низководному мосту в сторону Надеждинска. Мужчина не ожидал, что в какой-то момент прямо перед его автомобилем начнет разваливаться другой автомобиль. Я ехал с супругой, с ребенком. Резко стал притормаживать. Опасно сзади тоже машины мчаться. Начал пытаться объезжать. И на одной из препятствий наехал. Чувствую звук непонятно. Свернул. Обогнал ее. Включил аварийку. Заглянул. Смотрю. Течет. Что пробили? Днище. Жидкость. Подон двигателя, да? Водитель большегруза от комментариев отказался, однако его напарник был более красноречив. Сотрудникам программы «Автопатруль» мужчина объяснил, что машина каждый день проходит осмотр и на сегодняшнее утро техническое состояние большегруза нареканий не вызывало. Ехал со скоростью в направлении Надеждинска, где-то 90 км в час. На ходу отвалилась коробка, карданы и все по трассе. Все стал разбираться по дороге, да? Да, само. Как собирали, так и разбирались. А машина на кого зарегистрирована? На физлицо. Понятно. Машину проверяют перед выходом? Конечно. Каждый день, каждое утро проходит того. Как так могло получиться? Экспертиза разберется. По словам людей, отвечающих за безопасность движения по мосту, запчасти, которые они собрали, разлетелись на несколько сот метров. Поддон от коробки так и не нашли. Скорее всего, он покоится где-то на дне моря. В кузове грозовика, как выяснилось, был скоропортящийся продукт. Хорошо, что он имеет специфический запах, поэтому конечный потребитель никогда не узнает, испортился навоз или все-таки он свежий.